уважаемые коллеги на самом деле я готовился по определенной теме выписали все законопроекты все постановления правительства вот такой огромный список появился и знаете я сейчас осознал что все это вам доводить наверное будет полной глупостью с моей стороны вот искренне вам говорю потому что предыдущие докладчики уже рассказывать какие есть постановления наверное кто-то до моего прихода рассказал федеральных законах осколково коллеги давайте я поговорю с вами иначе абсолютно по-другому и так первое мое утверждение что на сегодняшний день государство создало достаточно много институтов инновационного развития давайте просто вспомним что есть российская венчурная компания фонд гордника куча организаций порядка 50 на федеральном уровне около 1000 на региональном субъектовом уровне которые занимаются поиском инновационных проектов существует ассоциация бизнес ангелов но я могу это бесконечно продолжать перечень отдельных разрозненных элементов инновационной инфраструктуры более того уважаемые коллеги министерство минэкономразвития мин регион развития министерство связи и так далее минут 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 каждый в рамках своем бюджета фцп узкими тоненькими ручейками направляет денежные средства на поддержку инноваций в той или иной мере уважаемые коллеги ну на самом деле ну достаточно просить что-то у государства государство сделано давайте посмотрим с другой стороны нет я не хвалю государства ни в коем случае но я бы предложил вам рассмотреть данную проблему по коммерциализации с другой стороны но первое кто из вас готов показательный учебник или четко рассказать алгоритм коммерциализации инновационного проекта да многие из вас профессионалы но уважаемые коллеги отлично я на самом деле никогда не сомневался лично вас но уважаемые коллеги тем не менее я продолжаю настаивать что у нас отсутствует координация кстати кто читал программу социально-экономического развития страны до двадцатого года уверен что по крайней мере каждый из вас по диагонали пробежал по этому документу для нас стратегическому потому что мы по нему живем или ну в народе называется стратегия 20-20 там прописана основная наша проблема коллеги кто мне поможет и скажет ну по глазам не вижу что все знают основная наша проблема отсутствие координации между образованием наукой бизнеса да коллеги я это утверждаю и так дело в том что вот созданы элементы вот кендрик создает свой центр супер значимый супер важный до торгово промышленная палата с которой мы имеем честь взаимодействовать уже два года пытаемся через нее я накалу содействие отправляя свои пол пресса по всему миру наше предложение но коллеги поймите мы уже с вами это все в истории проходили начиная от киевской руси когда у нас были разрыв разрозненные удельные князья развал страны и проходили и так далее коллеги нельзя чтобы каждый замыкался на себе вот необходимо сначала выстроить целую цепочку а потом на эту цепочку наложить те элементы инновационной инфраструктуры который обладает определенной компетенцией о чем я говорю мы начинаем условно поиск проектов нет необходимости придумывать новые воронки или новые сети по поиску проектов уже все существует идем дальше необходимо такие проекты как вот у кенрика торгово-промышленной палаты не надо чтобы они обособленно работали они должны быть встроены для того чтобы они были встроены они должны о себе четко заявить в единый коллекционный центр который отвечает нас за инновационную политику и чтобы те люди которые выставят государственную политику могли прописать или изложить каких-то таблицах понятных и ясно для каждого как должен поступать инноватор куда нужно прийти кто какими компетенциями располагает что он может получить вот кто из вас может сейчас сориентироваться в этом огромном океане а и на компании которые выдают деньги ведь у каждого свои условия указывают свои проценты поэтому коллеги с чего я призываю я постараюсь свой доклад сделать более короткий но с конкретными предложениями ну во первых наверное еще вам должен доложить уважаемой аудитории что буквально неделю назад я возглавил ассоциацию технопарков россии туда вошли более десятки технопарков начинают кузбасского технопарка заканчивая там казанским и всех остальных так вот коллеги я призываю их и призываю вас давайте мы вместе вот буквально в сентябре месяца мы проведем ассоциацию технопарков здесь в нижнем новгороде здесь мы соберем всех людей со всей страны которые отвечают за политики в области инноваций призываю вас давайте вместе попытаемся выставить единую цепочку где каждый своим проектами заявить свои компетенции и мы это выложим в одну линейку чтобы инноватор или предприятие которое хотела бы коммерциализировать свой проект понимала что не только надо деньги получить но и довести проект до конкретного потребителя и убедиться что этот проект будет потребовать не только в россии но и за рубежом коллеги я попытался быть краток потому что рассказывать вам каждый федеральный закон я просто не хочу вот для ознакомления вот это все листы с причислениями федеральных законов готов все читать вам но это будет интересно и так моя простая конкретная конкретно мое просто вам предложение необходимо все имеющиеся компетенции на сегодняшний день соединить в одну линейку чтобы любой инноватор или малые инновационные предприятия могло четко и внятно для себя ответить на вопрос куда нужно прийти какие получат там компетенции и как ему двигаться дальше уважаемые коллеги спасибо